Операция с Тавкой планируется вот здесь, в районе Невской Дубровки и со стороны Волховского фронта. Начало наступления намечено на 20 октября. Задача заключается в том, чтобы окружить и уничтожить Шлиссельбургско-Синяевскую группировку противника. Этот эпизод фильма «Блокада» посвящен самым тяжелым дням Ленинградского фронта. В октябре 1941-го готовится еще одна отчаянная попытка прорвать кольцо окружения на опасном участке, в районе Невской Дубровки. Среди членов военного совета выделяется рослая фигура начальника артиллерии Красной Армии Николая Воронова. В годы войны он неизменно появлялся там, где грозила катастрофа, или там, где намечался перелом в ходе боевых действий. Можно мы надеяться на подкрепление Ставки, товарищ Воронов? Подкрепления не будет, Алексей Александрович. Положение под Москвой очень напряженное. Все резервы идут туда. Герой Советского Союза Николай Воронов. Первый в истории нашей страны главный маршал артиллерии. Он разработал стратегию артиллерийского наступления, которая в немалой степени стала залогом успеха Красной Армии в Сталинградской и Курской битвах, а также во всех последующих наступательных операциях Великой Отечественной. Это программа «Легенды армии» и я, Александр Маршал. О характере артиллериста Воронова немало говорит такой эпизод. Осенью 1941-го он прибыл в особняк на улице Кирова, где временно располагалась Ставка. Когда началась бомбежка, Воронов прервал свой доклад Сталину. Тот, уткнувшись в карту, буркнул. Продолжайте. Воронов молчал. Верховный поднял голову. Дан сигнал воздушной тревоги, объяснил артиллерист. По закону вам надлежит пойти в убежище и напомнил Сталину о его же постановлении. Ожесточенная бомбежка продолжалась всю ночь. Воронов и Сталин провели это время в укрытии за разговорами и даже выпили бутылку сухого вина. Верховный с тех пор всегда называл Николая Николаевича по имени-отчеству. Для Сталина это было проявлением особого расположения. Чем же будущий главный маршал артиллерии заслужил его? Советское правительство считает своей священной обязанностью подать будут помощи своим братьям, 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 белорусам, населяющим Польшу. В сентябре 1939 года Николай Воронов командовал артиллерией Красной Армии во время освобождения Западной Белоруссии. Эту территорию Польша отвоевала у Советской России в 1921 году. В конце 30-х Красная Армия достаточно окрепла, чтобы вернуть эти земли. Победоносный поход большевиков в Белоруссии завершился за две недели, и Воронов отправился в Минск доложить об итогах операции. Он сел в ожидавшую его М-ку, машину ГАЗ-М1, и велел водителю прибавить ходу. Неожиданно навстречу выскочил грузовик. Водитель М-ке резко повернул руль, но столкновения было уже не избежать. Кусок покореженного металла ударил Воронова в сердце. Машина с Николаем Николаевичем попала в кювет, и обломок какой-то машины шел ему прямо в сердце, и как раз ударился вот в этот карандаш. Вот он здесь представлен, и вмятина от этого удара, она до сих пор на карандаше хорошо видна на его корпусе. Этот карандаш Воронову подарила Долорес и Баруни, знаменитая испанская коммунистка, автор пламенной фразы «Нопа Саран». Они не пройдут. И именно этот карандаш многоцветный, а он находился в металлическом футляре, как раз находился в кармане, напротив сердца. И вот как раз это его спасло. Казалось, что это мелочь, но его спасло. Этот карандаш спас ему жизнь. В биографии Николая Воронова немало эпизодов, когда случайная деталь круто меняла его жизнь. Отец будущего маршала был конторским служащим в Санкт-Петербурге. После революции 1905 года у него нашли запрещенные книги. Николая Терентьича уволили и объявили неблагонадежным. Семья осталась без средств к существованию. И вот как-то зимой маленького Колю отправили за хлебом, вручив ему последние 10 копеек. Поскользнувшись на льду, мальчик выронил монетку. Голыми руками вороновы перебрали груды снега, но гривенник не нашли и легли спать голодными. Семья к тому времени наделала немало долгов. И не выдержав этого, Колина мать покончила с собой. Отец, в конце концов, все же нашел работу, но из-за его неблагонадежности Колю не принимали в государственные учебные заведения. Николай Терентьич стал работать сверхурочно, чтобы отдать сына в дорогое частное училище. Когда началась Первая мировая война, отца забрали на фронт, Коле пришлось бросить училище. Ему повезло найти работу секретаря у частного поверенного, так что они с сестренкой Варей могли сводить концы с концами. При этом, отказывая себе во всем, Воронов продолжал учиться на вечерних курсах. Вот в таких сложных семейных обстоятельствах Николай экстерном сдал экзамены за среднюю школу. И таким образом он в 17-м году закончил полный курс обучения. Коля мечтал о сельскохозяйственной академии. Но в феврале 1917 года всеобщая забастовка петроградских рабочих и солдат переросла в вооруженное восстание. Царь отрекся от престола. Вскоре с фронта вернулся отец. Как-то он показал сыну газету с объявлением об открытии в Петрограде командных артиллерийских курсов. Это был переломный этап России. В это время рушились многие судьбы. Другие, наоборот, выбирали свою судьбу, свой путь. И Николай в 1918 году поступил на вторые петроградские артиллерийские курсы. Его любовь к точности, точной науке, математике, военная история, его личные качества чисто как человека, рассудительность, спокойствие, они способствовали становлению его как будущего артиллериста. Окончив курсы, Воронов стал командиром взвода мартирного артиллерийского дивизиона. Его отправили на Петроградский фронт сражаться с войсками генерала Юденича. Воронов быстро обратил на себя внимание благодаря храбрости и удивительному хладнокровию. Однажды он под пулями проскакал с упряжкой лошадей к оставленной пехотой гаубице и вывел ее к своей батарее. Вскоре он уже командовал батареей артиллерийского дивизиона. Это случилось, когда Польша заявила о претензиях на территории Советской России. В апреле 1920-го Польша, поддерживаемая Англией и Францией, захватила Западную Белоруссию. В мае вошла в Западную Украину. Однако уже в августе захватчиков удалось выдавить с советских территорий. Красная армия подошла к границам Польши, а затем двинулась и на Варшаву. Поляки подтянули к Варшаве свежие резервы, укомплектованные на деньги Англии и Франции. Разрозненные советские войска, которые рвались к Варшаве без подготовленного тыла, начали отступать. 17 августа 1920 года бригада Воронова попала в окружение на тесных улочках польского города Юзефов. К сожалению, в одних из боев в 1920 году, летом, отражая наступление поляков, он был тяжело ранен. Получил очень тяжелую контузию и был захвачен в плен. Восемь месяцев из самых тяжелых условий. Это был конструкционный лагерь в Тухове. Там, как гласит история, погибло 22 тысячи наших солдат, красноармейцев. Воронов пролежал полгода в лагерном лазарете. После сильной контузии у него отказали ноги. Врачи собирались провести ампутацию, но Николай так яростно сопротивлялся, что ноги ему сохранили. Русский врач из числа пленных научил Воронова приемом массажа, и скоро Николай начал понемногу передвигаться на костылях. Его выписали из лазарета, и он сразу же об этом пожалел. Раз в неделю пленных гоняли в лагерную баню, после которой они умирали десятками. В моечном зале лилась ледяная вода. Холодный душ сменялся нестерпимо горячим. Затем раздетых людей выгоняли на мороз, где они дожидались своей одежды. Я так понимаю, что поляки просто не хотели тратиться. Необходимо было все равно содержать. Мне кажется, там расстрелов не было. Просто они, я так думаю, хотели, как говорится, своим чередом, чтобы люди погибали. У Воронова началось воспаление легких, но его спас пленный русский фельдшер. Он воровал у поляков лекарства, чтобы поднять на ноги своих товарищей. В апреле 1921 года, после того, как Советская Россия и Польша подписали мирный договор, 65 тысяч советских пленных вернулись домой. Был среди них и Николай Воронов. Да, это было тяжелейшее испытание, и выдержал он, скорее всего, просто благодаря сильному здоровью. Просто там, со слабым здоровьем, мне кажется, невозможно было выжить в таких условиях. Вернувшись из плена, Воронов не мог ходить без посторонней помощи. Врачи хотели его комиссовать. Однако молодой артиллерист сумел быстро поправиться и вернуться в строй. Опыт гражданской войны сделал Воронова одним из самых перспективных молодых офицеров. В октябре 1926-го он стал командиром учебного дивизиона 27-й стрелковой дивизии Западного военного округа. Однако Воронов мечтал о большем. Он закончил общевойсковую академию, академию Фрунзе. И защищал дипломную работу, она даже сейчас, ее название актуально, я ее просто назову. Влияние развития артиллерии на оперативное искусство и тактику в Первую мировую войну. Он отличался прозорливостью ума, дальновидностью и видел очень широко развитие нашей артиллерии в современных операциях, как в существующей, так и, безусловно, на перспективу. Окончив академию в 1930-м году, Воронов стал командиром артиллерийского полка Московской пролетарской стрелковой дивизии. А уже через три года командовал всей дивизионной артиллерией. Ведь многие артиллерийские командиры зацикливаются в своих артиллерийских задачах. Вот ему поставлена задача какая-то, он ее выполняет. Что делается у пехотинцев, у соседей, да, как у них там дела развиваются, он не знает зачастую. Если ему не докладывают, и самое главное, он не понимает до конца, что там делается. Николай Николаевич Воронов прекрасно все понимал. Вот у него действия артиллерии, пехоты, танков, они складывались вот в единую такую симфонию. В 1934 году Воронову назначили начальником первого ленинградского артиллерийского училища. Когда-то это были скромные командирские курсы, куда Николай пришел по настоянию отца. В середине 30-х они превратились в элитное учебное заведение. Эту тарелку мне подарил Володя Захаров, сын маршала Советского Союза Захарова Матрия Васильевича. В свое время и Василий Иванович, и Николай Николаевич заканчивали это училище. Тогда оно называлось совсем по-другому. Но для нас бесценный подарок, поскольку его портреты очень-очень кстати. В судьбе Воронова период, когда он возглавлял училище, был кратким мигом мирной жизни. И он наслаждался семейным счастьем. Свою жену Любовь Михайловну Воронов встретил при необычных обстоятельствах. Во время гражданской войны его бойцы взяли в плен белогвардейскую банду. Вместе с ними была красивая и бесшабашная девушка. Была такая банда белоцерковских. Они на территории Псковской, Новгородской, чуть-чуть на Латвию, чуть-чуть на Эстонию. Вот как-то вот там. И как-то они познакомились. Дальше у них пошла уже взаимная симпатия. Позже Люба не раз вспоминала, что Николай спас ее от большой беды. Увлечение бандитской романтикой не довело бы до добра. У Вороновых родился сын Володя. Их жизнь была оказалась безмятежной, когда в 1936 году внезапно Николай Воронов исчез. Целый месяц Любовь Михайловна не находила себе места. Наконец получила весточку от мужа. Он писал, жив, здоров, находится в командировке, но где именно, не сообщал. И только случайно, когда обратили внимание, что бумага-то была не такая, как в Советском Союзе. В общем, такая высокого качества и лощеная. И совершенно случайно посмотрели на просвет, а там водяные знаки. И написано «Валенсия». Ну, понятно, что дело находится в Испании. Николай Воронов и в самом деле отбыл в Испанию, где стал советником начальника артиллерии республиканской армии Фуэнтеса. В Испании в этот момент началась гражданская война между сторонниками законно избранного республиканского правительства и военной хунтой генерала Франка. Советское правительство помогало республиканцам оружием и направляло в эту страну военных специалистов. Я думаю, что были они назначены. Ну, конечно, кто-то мог отказаться, я думаю, но в то время, я думаю, отказов у них не было. Все, наоборот, за честь считали поехать помогать республиканской Испании. Поэтому здесь просто даже счастливчиками считали. В Испании Воронов носил французское имя Вольтер. Вскоре о его хладнокровии во время обстрелов стала ходить молва. Воронову предстояло сделать из добровольцев профессиональную и сплоченную армию. Вчерашние студенты и рабочие, учителя и писатели со всего мира приехали поддержать испанских коммунистов. Многие из них не держали в руках оружие. Все с нетерпением ждали контрнаступления республиканских войск. Они должны были отбросить войска Франко подальше от Мадрида. Все надежды возлагались на массированное применение танков и авиации. Артиллерии отводилась скромная роль на второстепенном направлении. Похожие разговоры Вольтеру приходилось слышать и в Москве. Многие крупные военачальники считали артиллерию отжившим видом вооружения. И вот в частности Тухачевский, его концепция заключалась в том, что новая война будет войной моторов. Что будут воевать, ну грубо, да, танки и самолеты. А Николай Николаевич Воронов отставил противоположную позицию и считал, что нужно развивать, конечно, артиллерию, создавать новые виды вооружения артиллерийского. К исходу дня части Воронова продвинулись на несколько километров. Такой прогресс казался ему ничтожным. Он с завистью смотрел на левый фланг, где наступали танки и авиация. Но оказалось, что на главном направлении республиканцев постигла полная неудача. Танки совершили рейд в глубину, но их не поддержала пехота. В результате танкисты отошли, бросив машины на поле боя. В то время как провал на фланге Воронова оказался явным успехом. Он убедился в том, что артиллерия себя не изжила, в частности, на опыте боев в Испании, где он прекрасно видел, что, да, хорошо, танки и авиация – это замечательно. Но если танки идут в атаку, артиллерии нет, то с танками бороться практически невозможно. Гранатами танки отражать достаточно тяжело все-таки. И это влечет большие потери войск. Вскоре героя Испанской войны Николая Воронова отозвали в Москву и назначили начальником артиллерии всей Красной Армии. Кроме того, его повысили в звании через ступень. Он стал Камкором – единственным среди артиллеристов. Сразу после нового назначения Воронова с семьей отправили отдыхать в Сочи. Там, на берегу моря, он занялся обобщением боевого опыта. И, вернувшись из отпуска, вместо красивого загара хвастался брошюркой с новым боевым уставом по использованию артиллерии. Собственно, первые результаты деятельности Воронова как начальника артиллерии РКК – это начало разработки боевого устава артиллерии нового. Это активные разработки новых образцов артиллерийских орудий и минометов. В 1936 году первое артиллерийское орудие, полностью разработанное в СССР, 76-мм пушку F-22 известного конструктора Грабина, принял на вооружение сам Сталин. Полным ходом шло производство. Неожиданно в 1938 году Воронов объявил дополнительные испытания в зимних условиях. И по их итогам написал, орудие нуждается в дальнейшем совершенствовании и не может быть принято на вооружение. И действительно, Николай Николаевич Воронов, как специалист, он всегда говорил, что эта система, она для войск нежелательна, потому что она тяжелая, она громоздкая, у нее очень высокая линия огня. Нарком обороны Ворошилов, который курировал производство F-22, обрушился на Воронова с критикой, но неожиданно на защиту артиллеристов стал Сталин. Он оценил смелость Воронова, который не побоялся громко заявить о недостатках. Этот конфликт, он действительно имел место, но, тем не менее, пушка была принята на вооружение в 1936 году. В 1939 году пришлось принимать на вооружение ее приведенный в порядок уже вариант F-22 ОСВ дивизионку. Принципиальность Воронова многих его коллег лишала покоя и сна. Так что заместители начальника генштаба Смородинов и наркома обороны Кулик добились ликвидации должности начальника артиллерии РКК. Воронова назначили на должность начальника главного управления ПВО страны. 19 июня, за трое суток до начала войны, Воронов приступил к своим новым обязанностям. Вот именно за тот характер, за ту настойчивость, он был неудобен многим. В прежде очередь, начальнику главного артиллерийского управления Кулик, который просто был близок к Сталину, и он ему как бы верил в это все. Но в конечном итоге война Великая Отечественная все расставила на свои места. В первые же дни войны по личному распоряжению Сталина Николая Воронова восстановили в должности начальника артиллерии Красной Армии. В конце июля 1941-го по всем фронтам разослали директиву Ставки по организации боевого применения артиллерии. В ее основу легли соображения Воронова. Воронов еще до войны отстаивал идею о том, что артиллерия должна использоваться в бою непрерывно. Не только артиллерийская подготовка должна прозвучать в начале битвы, но и должно происходить так называемое артиллерийское наступление, когда артиллерийские орудия должны постоянно перемещаться по всей линии фронта и вглубь фронта. Это он впервые сосредоточил массу артиллерии в таких воинских формированиях, как артиллерийские дивизии прорыва. К концу войны у нас было 10 артиллерийских корпусов прорыва. Это, по сути дела, объединение в современном понимании, которое сейчас успешно используется не только в ракетных войсках и артиллерии, а в таких родах войска, как ракетные войска стратегического назначения, там ракетные армии. Одной из главных целей гитлеровского командования в 1941-м был захват Ленинграда. Враг хотел ликвидировать базы Балтийского флота, уничтожить военную промышленность города, но осуществиться этим планом было не суждено. 13 октября Воронову отправили в Ленинград полномочным представителем Ставки. На прощание Сталин преподнес Воронову ценный подарок – один из первых образцов знаменитого ППШ. Позже ленинградцы подарят Николаю Николаевичу еще один – особый. Это подарок Николаю Николаевичу Воронову. Пистолет-пулемет ППШ, пистолет-пулемет Шпагина образца 1941 года. Это миллионный экземпляр, изготовленный московским заводом имени Сталина, основным предприятием страны по производству ППШ. И вот 27 сентября 1943 года, о чем свидетельствует вот эта табличка, коллектив завода подарил этот миллионный экземпляр автомата маршалу артиллерии Воронову. Когда Воронов приземлился в родном Ленинграде, враг уже держал город в тисках. Жители остались без водопровода, тепла, электричества. Начинался голод, не прекращался артобстрел. Между тем в городе оставался отец Воронова. Он работал школьным учителем и приложил много сил, чтобы эвакуировать своих учеников, но сам уезжать отказался. Видеться с отцом Воронов не мог из-за круглосуточной занятости. Едва выдавалась свободная минута, сразу набирал номер квартиры отца. Но разговор то и дело прервался грохотом. Это означало, что дом снова попал под обстрел. У Воронова щемило сердце. Проходили томительные минуты, прежде чем на том конце снова слышалось знакомое покашливание. И Николай Николаевич облегченно вздыхал – отец жив. Однажды, когда Воронов смог выкроить время, чтобы навестить отца, он внезапно обнаружил за собой слежку. Оказалось, расположение Сталина не уменьшило число его врагов, а наоборот умножило их. Был представлен специальный человек, который ходил за Николаем Николаевичем. Ну, как, не знаю, какой-то офицер в каком-то звании. Совершенно тихий, совершенно незаметный. Который фиксировал каждый шаг, каждое распоряжение, каждый, так сказать, ну, не знаю, чих. И докладывал все. Ну, потом такое выяснилось. В октябре 1941-го войска Ленинградского фронта готовились к боям на самом опасном участке фронта, в районе Невской Дубровки. Они должны были выступить навстречу 54-й армии, чтобы разорвать кольцо блокады. Воронов провел целые сутки на переднем крае, выискивая удобное место для форсирования Невы. Постепенно создавался общий план захвата плацдарма на ее восточном берегу. Он пришел к выводу, что необходимо в первую очередь ослепить артиллерию. Ну, в кавычках ослепить. Что нужно сделать? Это в первую очередь подавить его наблюдательные пункты, разведывательные, командные пункты, чтобы на какой-то период лишить всей информации, и чтобы противник не мог применять свою артиллерию. То есть вот таким образом, на какой-то, хоть и кратковременный период, но это принесло свои успехи. 20 октября началась новая операция по прорыву блокады Ленинграда. Части 265-й и 86-й стрелковых дивизий с боями переправились на восточный берег Невы и захватили небольшой плацдарм. Однако, несмотря на отчаянные попытки расширить его, а тем более продвинуться вперед, не смогли. Воронов понимал, что армии катастрофически не хватает хороших пушек. Вернувшись в Москву, он узнал, что через месяц после начала войны конструктор Грабин привозил в Москву новый образец орудия. А начальник главного артиллерийского управления маршал Кулик, толком не разобравшись, его завернул. Воронов добился возможности показать орудие Сталину. В начале января 1942 года новую пушку, еще никому неизвестную, привезли в Кремль, что было явлением совершенно уникальным, потому что никогда артиллерийские системы не представлялись членом правительства в Кремле. И вот когда Николай Николаевич Воронов нагнулся к прицелу, то над щитком остался торчать край его папахи. Поскольку Николай Николаевич был высокого роста, Сталин медленно подошел, внимательно посмотрел на орудие, сказал, достаточно увеличить высоту на два пальца. И, в общем-то, на этом пушка была принята. Пройдет совсем немного времени, и дивизионная пушка ЗИС-3 станет самым массовым орудием во всей советской армии. Сыграет особую роль в грандиозном сражении Великой Отечественной войны, битве за Сталинград. Поражение под Москвой и Ленинградом заставило Гитлера направить свои войска на юг, к Сталинграду. Фюрер рассчитывал добраться до бакинской нефти. Однако направленные в Сталинград 6-я и 4-я немецкие армии встретили жесточайшее сопротивление 62-й армии Чуйкова и 64-й Шумилова. Гитлеровцы оказались на острие образовавшегося клина, а фланги были ослаблены. Наступал удачный момент, чтобы прорвать фронт противника на его обоих флангах, ввести эшелон развития прорыва и взять в клещи 6-ю армию Паулюса. На Воронова ложилась колоссальная ответственность. Решающая роль в прорыве отводилась артиллерии всех видов и калибров. Подчиненным Воронова предстояло взломать оборону противника и ввести подвижные группировки в образовавшиеся бреши. Мы достигали преимущества, в чем взламывали оборону противника. Второе, поддерживали непосредственно пехоту, атакующую огнем, сопровождали ее. То есть у нас было введено понятие в 42-м году, такое понятие, как артиллерийское наступление. Одним из авторов, безусловно, является Николай Николаевич Воронов. На этой уникальной аудиозаписи Воронов сам рассказывает о подготовке к решающей битве. Вставке мной было получено прямое указание, что вся надежда на прорывы, развитие успеха и выполнение вот этого окружения возлагается под ответственность артиллерии. Вскоре произошло то, что историки всего мира назвали фантастическим событием. Десять армий, более миллиона солдат и офицеров, до полутора тысяч танков, 15 тысяч орудий и минометов. Эта огромная сила незаметно прошла прямо под носом у немецкой разведки и сосредоточилась на исходных позициях. Немалая заслуга в успехе этого предприятия принадлежала и главному артиллеристу страны. Между прочим, о внезапности. Мы туда тянули всего много, все было, но противник не знал. И Паулюс, например, он сам, когда мы его допрашивали, он сказал, что он ничего не знал о готовящемся таком крупном наступлении. То есть это огромный пласт работы, огромный сумасшедший просто объем работы, который он провел со своим штабом. Ну, во-первых, необходимо было, конечно, сосредоточить огромное количество артиллерии. Во-вторых, провести разведку, разведку противника. В-третьих, подготовить части и соединения артиллерии для их оперативного применения. Решающее контрнаступление было намечено на утро 19 ноября 1942 года. В тот день густой туман застелил местность, и бомбардировочная авиация не могла подняться в небо. Вся ответственность за успех контрнаступления легла на артиллерию. В 7 часов 30 минут тишину туманного утра нарушил гром артиллерийской канонады. Когда сотни тысяч боеприпасов, пять тысяч с лишним орудий, катюш, минометов, было все обрушено на вот этих врагов наших, 6-й армии Паулюса, он сказал Ворону в своих воспоминаниях, и все очевидцы говорят, что здесь два случая, или сдаваться, или просто невозможно выжить после того массового применения артиллерии, которая вот в этот момент была удачно использована. Любое сопротивление врага сметалось мощным огнем артиллерии. Впервые артиллерийское наступление было организовано в таком широком масштабе. 23 ноября войска 4-го танкового корпуса Юго-Западного фронта и 4-го механизированного корпуса Сталинградского фронта встретились в районе хутора Советский. Кольцо вокруг Сталинградской группировки врага замкнулось. Долгожданная минута. Фронты соединились. 330 тысяч гитлеровцев в котле. Фельдмаршал Паулюс после своего пленения указал в сторону советских орудий и сказал «Вот что нас погубило». Отмечая успех артиллерии в Сталинградской битве, Сталин объявил 19 ноября официальным праздником этого рода войск. А Воронов получил маршальскую звезду. Счастливые новости пришли и из Ленинграда. Блокада снята. Отец жив. Разработанная Вороновым стратегия артиллерийского наступления с успехом применялась во всех последующих операциях советской армии. Сразу после победы, 10 мая 1945 года, газета «Правда» поместила 19 портретов самых видных советских военачальников. Был среди них и главный маршал артиллерии, имя которого знала вся страна. Он шел ловить рыбу с этой новой дачи, которую недалеко была Москва-река. И шла толпа мальчишек. И все говорят «О, Воронов идет, Воронов идет». Он говорит «Вот видите, меня даже дети узнают». Да, я говорю «Николай Кравчев, вы знаете, были тоже таким тщеславным человеком?» Он говорит «Да нет, что вы». Но я просто была удивлен, что мальчишки какие-то по 10-12 лет говорят «О, Воронов идет, Воронов идет». По горькой иронии, через 5 лет после победы Воронов оказался в изгнании. Его обвинили в шпионаже и лишили должности. В этот раз высокий кремлевский покровитель повернулся к Воронову спиной. Маршал оказался в изоляции на своей большой и пустой даче. Рядом остались только самые верные друзья. Маршал артиллерии Василий Казаков и его семья. Воронов всегда отстаивал свое мнение прямо и напрямую ходил на доклады к Сталину. Это не нравилось, конечно, Берии. И Берия смог создать такие условия, когда в 50-м году он неоднократно докладывал Сталину о том, что Воронов под подозрением. Но время все расставило по местам. 26 июня 1953 года министр внутренних дел СССР Лаврентий Берия был арестован по обвинению в измене Родине. И уже через полгода опало Воронова закончилось. Он был избран президентом Академии артиллерийских наук. Без разработок Воронова и сегодня невозможно реализовать боевой потенциал, заложенный в самых современных средствах огневого поражения. Я работаю в том кабинете, где работал и маршал артиллерии Воронов. В ходе разборки различных материалов вот такая тетрадь оказалась у меня в руках. Поэтому я с трепетом ее всем показываю и говорю, что это лично писал главный маршал артиллерии Воронов Николай Николаевич. В 1956 году, когда уже закончилась Великая Отечественная война, прошло уже десяток лет, то есть он уже с тех времен был теоретиком и одновременно практиком боевого применения артиллерии, развития нашего рода войск в современных условиях и на перспективу, безусловно. В 1944 году поэта Сергея Васильева и композитора Анатолия Новикова попросили написать марш артиллерии. Премьера песни состоялась в главном управлении артиллерии. Когда солист краснознаменного ансамбля Николай Устинов спел первый раз, главный маршал артиллерии сказал, надо проверить, будет ли она петься под ногу. По его приказанию шесть генералов построились и начали чеканить шаг, на ходу подхватывая слова. Песня очень понравилась и с тех пор после каждого объявления по радио об очередной победе гремел этот победный марш. Не трогай враг земли родной, страну труда не тронь, святая месть ведет на бой, прицел верней, огонь, огонь, огонь. Продолжение следует...